Музыка Два километра по асфальту от основной трассы через Яблоневый сад и дорога приводят сюда. Деревня Косаричи, окруженная Сосновым Бором, находится в самой отдаленной точке Могилевской области. В этих местах заканчивается городская суета и, как говорят местные, начинается новая жизнь. Первое, что притягивает атмосфера и внимание к деталям. Даже остановка на въезде особенная. Здесь и символ Беларуси, аист и цитаты из поэзии Максима Богдановича. Кстати, его предки жили именно на этой земле. Но больше всего цепляют люди. Простые, теплые, свои. В Косаричах у каждого дома собственный мир. Например, к Владиславу Ильинкову мы шли на музыку. Вся его семья родом из этих мест, а в деревне провел детство. На велосипедах катались, на речку, на рыбалку ездили, на лодках. Раньше во всех домах лодки были деревянные. Деревня умирает или наоборот? Последние годы я бы не сказал, что она умирает. Много домов так, то родственники навещают, то штук 5-6. Это точно, наверное, под дачу выкупили. Летом же с городов сюда молодежь, меньшане проезжают, россияне. Постоянно в Косаричах проживает около 30 человек. Но ближе к лету население увеличивается почти в 7 раз. В основном это семьи с детьми. Некоторые даже преодолевают сотни километров. Но ради чего? Устраивают фестивали, кинопоказы, мастер-классы, обмениваются книгами. Есть каворкинг для тех, кто работает удаленно. И все это абсолютно бесплатно. У деревни есть свой инстаграм-аккаунт и сайт. А еще коллекция NFT. За последние несколько лет деревня буквально ожила. Свой вклад и от тех, кто вырос здесь. Каждое лето Андрей Уфимцев проводил в этой деревне. Российский бизнесмен. Вся его семья по линии матери тоже из Косаричей. А чтобы сохранить дорогое сердцу место и не превратить его в Нью-Васюки, решил действовать. Без ложной скромности, да, идея была моя. Разговоры начались раньше. Были щи, кислее, трава зеленее, колхоз. Деревня была живая, а сейчас что, все умирает и так далее. Но так как я предприниматель, я написал какой-то там план действия. Идею оценили не сразу. На первое собрание в деревне Андрей приходил один и только спустя два года поддержал брат. После к работе подключились и местные. Начали с субботников. Очистили парк, который за 20 лет густо зарос. И сделали это место популярным благодаря арт-скамейкам. Идея была собрать уличную мебель из подручных материалов. Кстати, эскизы разрабатывали студенты Британской школы дизайна в Москве. Еще одна знаменитость этого уютного уголка тянется через всю деревню. Река Птичь одна из самых длинных в Беларуси. Ее протяженность 421 километр. Летом это место по-настоящему оживает. На лодке плаваете по Птиче? Да, конечно. На рыбалку. И сын приезжает с Минска. А кроме рыбалки, что еще есть тут? Чем заниматься? Охота. Охота? На кого охотитесь? Сейчас в Альшнеп. А расскажите, что больше всего нравится в деревне? Вот тут в Касаричах. Я постоянно люблю. За день даже два раза езжу. Еще одним крупным проектом стал соседский культурный центр «Макар-клуб». Здесь же находятся и сокровища, которые могут увидеть все желающие. Семья Андрея имеет коллекцию кинотехники и фильмов 20 века. Полтора года назад мы его открыли торжественно. Концерты. Здесь Сергей Высорока такой известный, собиратель танцев, приезжал. Вот разное выступление. В этом году у нас будет второй фестиваль пленочного кино 35 миллиметров. Фильм хороший. Феллини или Альмадовар и так далее. Но все равно его можно посмотреть в интернете или где угодно. А здесь приезжают люди посмотреть на большом экране. И не столько ради кино, сколько ради общения. Художники, психологи, антропологи – люди с разными увлечениями и каждый со своей историей. Все приезжают за той самой атмосферой. А еще Андрей Уфимцев – антрополог. Экспедиции в труднодоступные уголки планеты для него хобби, которое переросло в дело жизни и нашло отражение в Касаричах. Вместе с коллегами в Макар-клубе создали музей индейца. Это еще один повод приехать в деревню, потому что аналогов в Беларуси нет. Основа – библиотека и артефакты, которые путешественники привозят из экспедиций. Некоторым экспонатам по две тысячи лет. Моя локация и специализация, так как я занимаюсь с американскими индейцами, это Америка, Мексика, Готемала-Гондурас – это регион Майя, Мезоамерика, и Южная Америка, Бразилия, Аргентина, Чили. Например, у нас был такой отдел – переход Борнео-Калимантан по экватору, пешком по древней тропе, дояков, охотников за головами. А уже в мае музей пополнят и новинками из Перу, строят перспективы на будущее. Хотим здесь сделать такую антропологическую резиденцию, платить стипендию людям, которые приезжают, здесь живут в доме неделю, месяц или три месяца, получают еще стипендию, пишут свою работу, какую-то курсовую, дипломную, чтобы в этой работе Касаричи прозвучали. О перспективах говорят не только в Касаричах. Развивать регионы – такую задачу ставит и президент. В Глузском районе ее выполняют на отлично. Активное использование возможностей – главный приоритет. Например, похвастаться показателями могут в сельском хозяйстве. Одно из ведущих предприятий – агрофирма «Славгородский». Здесь полностью завершенный цикл производства – от выращивания телят до ввода в основное стадо. В комплексе больше полутора тысяч голов. За первый квартал район по производству молока добавил, конечно, к уровню прошлого года 151% у нас производства молока и 161% у нас по реализации. В данном хозяйстве на сегодняшний день тоже прибавка очень даже приличная. Больше 400 литров на корову. У нас травянистая корма – это силос, сенаж, сено. Даем рубленую солому. Это все идет в кормосмесь. Кормим концентратами. По каждой половозрастной группе свои концентраты. А чтобы разнообразить рацион питания и улучшить показатели, возобновляют посев отдельных культур. Например, выделили 20 гектаров для гороха в чистом виде. Чтобы полноценно накормить скот, будем заниматься однолетними травами. Как на зеленый корм, так и на силос. Занимаемся подсевом многолетних трав. Пока это у нас клевер, но в перспективе ожидаем поступления семян люцерны и бобово-злаковые травы на площади 300 гектаров мы планируем подсеять. Поменяли структуру посевных, увеличили площади. На полях работает новая белорусская техника, которую закупили в этом году. Семена в этом году все высоких репродукций. Элита, первая репродукция, в основном закупные. Тоже ЗАО БНБК решила поменять все семена. Поэтому идут завозные у нас с Сосново-Брестской области, с Республиканского объединения белосемена. Поэтому мы 100% обеспечены семенами. Мы засеяли озимых 7 тысяч гектар, и уже весной мы планируем еще 3600 гектаров яровых посеять, соблюсти при этом все технологии и получить действительно достойный урожай. Больше половины территорий Глузского района окружены лесами, поэтому места богаты и дарами природы. Разные виды ягод и грибов. А пока до сезона свежих плодов еще несколько месяцев. В Глузке предлагают альтернативу – цех заморозки. Несмотря на сезонную продукцию, подстроились, работают на довальческих условиях с грибами. В зиму, осень, весну мы работаем с шампиньонами. В ягодный сезон мы замораживаем ягоды. А какие ягоды? Дикорастущую и культурную. У нас все – черника, клубника, голубика, вишня, земляника садовая, клюква, брусника. Ну то есть все, что растет, мы все заготавливаем, все это востребовано. Ее можно встретить в магазинах Минска, Гомеля, Бобруйска, нашей торговой сети. То есть она продается везде. Говорят, что черника у вас самая вкусная. Черника самая вкусная, да. У нас ресурсный район и экологически чистый. Только за прошлый год цех заготовил около двух с половиной тысяч тонн продукции. Белорусская пользуется спросом и за рубежом. Продукция была реализована в основном на внутренний рынок, а также довальческая продукция реализуется на рынок Российской Федерации. Поставлена на экспорт 160 тонн черники замороженной. Была огружена в Польшу и Литву. Также важную роль в экономике региона играет и деревообработка. Именно она больше всего подверглась санкциям. Начали искать новые рынки сбыта и улучшили показатели. В прошлом году в объеме экспорта товаров и услуг рекордные цифры для района за последнее десятилетие. Так поставлено за рубеж почти на 9 миллионов долларов. Наши любят за качество. И уже найдены выходы на рынок Узбекистана, где цена пускай и пониже, но мы за счет объемов, за счет оптимизации затрат, связанных с производством пиломатериалов, справляемся с этой задачей. И я думаю, что это только начало пути. Нужно обращать внимание на среднеазиатские, на китайские рынки, российские рынки. Поэтому мы эту проблему видим и довольно-таки успешно ее решаем. В главном эфире о белорусах Елизавета Синяк, Алексей Петров и Сергей Корнеев.